Поздравления в адрес защитников Отечества прозвучали со сцены Люберецкого дворца культуры. Там состоялся праздничный концерт, который каждый год собирает большое количество зрителей. И этот не стал исключением. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Концерт в честь Дня защитника Отечества всегда проходит торжественно. Начинается он с выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. После того, как знаменосцы поднимаются на сцену, в зале звучит гимн страны. Концерт объявляется открытым. Сегодня наш исторический день, когда мы говорим слова благодарности нашим воинам, тем, кто находится на территории и выполняет свои задачи на специальной военной операции, те, кто каждый день защищает интересы наших жителей, защищает интересы нас с вами, несут свой долг. Ветераны – это те люди, которые все это прошли и прошли в тех же непростых условиях, защищая интересы нашей страны в Афганистане, в других локальных войнах, в Чечне. И все это всегда доблестно выполняла наша армия. В этом году в программе праздничного концерта – вручение паспортов юным жителям округа. Свой первый документ из рук Владимира Волкова получили 18 девушек и юношей. Главные гости праздника – ветераны боевых действий. Теперь их ряды пополнили и участники специальной военной операции. Официальные правочники, солдаты и сержантки контрактной службы, мобилизованные граждане и добровольцы с честью и достоинством выполняют свой долг, воронищие дня в своей жизни, выполняют задачи и слово. Сегодня они среди нас, являясь гордостью нашей страны. В честь виновников торжества на главной сцене округа прозвучали песни и стихи. Праздничный вечер украсили лучшие танцевальные и вокальные коллективы. Тематика каждого выступления – патриотизм и любовь к родине. Те качества, которыми наделен настоящий защитник Отечества. Это время, но честь и слава. Сам Господь это время кроет, а на том и стоит держава. Это время простых героев. Луиза Игязаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.